Бэкстейдж Человек, который искусно наблюдает за предметами и может придумать любому, даже неодушевленному велосипеду целую историю Алексей Мишаков Мои друзья, хочется еще к одной очень важной теме вернуться Что-то я зря сказала Ну хорошо Бэкстейдж Хочется верить, что все те, кто будут зрителями этого действия сегодня, получат искреннее удовольствие и, наверное, даже какие-то уроки доброты Давайте знакомиться с теми, кто сейчас оказался в студии Радиохит, с вашего позволения, я начну с режиссера Владимира Богатырева Владимир, здравствуйте Очень рады вас видеть на просторах нашего Восточного Оренбуржья Я тоже рад У вас уже был опыт, вы уже съездили и выступили вчера в Новотроицке Как вам наша Восточная Оренбуржья, как вам новотроицкий зритель? Прекрасно Мне кажется, сейчас всем новотроицким зрителям стало сразу очень приятно и тепло на душе Это хорошо Мы рады тоже Сейчас давайте пообщаемся с очаровательной девушкой, с Татьяной Веселкиной, с актрисой Здравствуйте Здравствуйте У вас как настроение? У меня великолепно Ну, вы уже готовы к спектаклю? Потому что понятно, что Владимир будет переживать за сцены, а вам на сцене творить? Ну, нам на сцене очень приятно творить, поскольку очень отзывчивый зритель И всегда интересно на гастролях ждать, понимая новые настроения, новые темпераменты, новые площадки осваивать Я так понимаю, у вас следующий год будет юбилейный, а у вас, получается, уже будет 30 лет, как вы закончили, ну, мне кажется, грандиозный институт, ГИТИС Как вы будете отмечать это событие? Тоже гастролями? Да Конечно Ну, а кто? Мне кажется, естественно, наверное, все, кто вас знает, все, кто вас любит, весь коллектив театра Загадать желание на, допустим, юбилейном спектакле, или когда на спектакль выходит новый человек, или юбиляр, или еще кто-то Когда все, как бы, всю свою энергию посвящают ему Так складывается чуть-чуть по-другому Ну, вот видите, теперь мы уже знаем немножко больше И еще один гость нашей студии, Алексей Мишаков, также актер, также человек, который будет на сцене переживать, творить, создавать эту самую сказку На всякий случай, Алексей, здравствуйте Здравствуйте Но у вас какие впечатления от гастролей? У вас, я правильно понимаю, сколько городов вот именно в этом туре задействовано будет? Получается, два Только два? Пока два То есть, очень коротко приехали, отстрелялись Мы были в другом городе Металлургов, Краснокамске, тоже недавно, совсем, в этом же спектакле Дворцы культуры Металлургов у нас, нам быть близкие уже Так, а как вас Металлурги-то встречают? Отлично, в Новотроицке нас очень хорошо понимали Внимательно слушали А было в основном дети, или все-таки как-то получается... Ну, взрослые с детьми, родители, может быть, я не знаю, ну, взрослых было достаточно много среди детей То есть, наверное, это были семьи Мне вот, знаете, что вспоминается с детства, когда мы ходили там на спектакль Обычно это как-то даже, почему-то у меня с Новым годом сразу связано Что когда какой-нибудь там злодей, кого-нибудь ищет Обычно все дети из зала начинают выкрикивать «Туда не ходи!» Или «Он там! Берегись там, Ваня!» Вот такое происходит у вас на спектаклях, что дети реагируют и стараются подсказать Дети реагируют, но такое не происходит У нас сказка есть про красавицу и матросик Так Когда красавица, потеряв все из-за своего мещанского аппетита, что ли И дурного характера Да, и дурного характера, обращается в сторону зала, спрашивая Кто же теперь будет меня мной восхищаться? Дети отвечают «Никто!» У нас такое есть Вывод сделан детьми правильный Да, у нас нет таких сказок, где там медведь прячется за елочкой, чтобы дети кричали Что вот там он прячется Такого нет Это уже на уровень выше, знаете, когда человек, он буквально, ребенок сделал вывод, да, после спектакля Во время даже спектакля Да, 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 во время Татьяна, у вас очень богатая история театральная Скажите, пожалуйста, вот о том, как сейчас живет театр детский Есть ли какая-то перемена в зрителях юных, которые были раньше и есть сейчас Вот сейчас все-таки огромное количество там мультиканалов, которые бесконечно транслируют мультики Есть гаджеты, есть игры, что-то есть Что, быть может, может притянуть внимание ребенка там у вас вот такого театра Раньше, понятно, человек приходил в сказку и вот он в театр, он видел, для него это было, ну, не с чем было сравнить Это было уникально Какие-то теперь есть изменения? И если, как наблюдение, может быть, просто по... Дети раньше, что ли, взрослеют, искушенные всеми этими новыми качествами Они как будто бы то, что раньше восьмилетний ребенок смотрел абсолютно наивно То сейчас, наверное, шестилетний смотрит так же А восьмилетним прибавляется доля цинизма и того, что, а, это я видел, это я могу на видике посмотреть На телеке нажать кнопки Но те дети, которые приходят первый раз, абсолютно такие же Мы все одинаковые У нас, допустим, театр настроен на то, чтобы в театр приходили семьи И маленькие семьи, и потом дальше уже подростки Чтобы это не было таким школьно обязательным посещением А в связи с этим, те, кто приходят с семьей, им есть что обсудить дальше Им есть про что подумать вместе А это всегда вот этот вопрос диалога Вопрос как диалога нас со зрителем, так и потом дальше Это впечатление, оно живое просто, оно никуда не делается Очень важный вопрос, потому что я вчера увидел там 4-5 человек из родителей Которые сидели, оставив ребенка в зрительном зале Это ужасно Так нельзя делать Потому что как раз, то есть это, мол, это вообще ниже моего достоинства Или еще что-то для детишек Вот пусть они смотрят там, а мы это нет Почему для нас важно, и почему наш спектакль и взрослым, и детям Чтобы было интересно, так задумывалось во всяком случае Потому что взрослый с ребенком может решать какие-то вопросы Ребенок может задать взрослому то, что ему непонятно И так далее Это возможность вступать в контакт и каких-то взаимоотношений развития И вообще воспитания И поэтому, когда мама и папа вдруг, что называется, отправляют ребенка туда в зрительный зал Ну, ты иди смотри, там будет про белочек, про зайчиков А я буду сидеть, значит, тут и буду своими делами заниматься И лясы точить или еще что-то Вот это ужасно Это ужасно Вот если родители это не понимают То хорошо бы, чтобы они это поняли и никогда не бросали ребенка Им и ребенку даже интересно выйти вместе со взрослым рядом Что бы вы сами хотели видеть в детском театре Получается ли у вас все, что вы хотите видеть, воплощать на своей площадке Или есть что-то такое, что вы думаете Вот детскому театру таких постановок, таких авторов Таких, может быть, каких-то там инноваций В, как это называется, декорациях не хватает Вот и что нужно сейчас детскому театру? И че это Владимирский? Почему это? Почему это Владимирский? А вы тоже могли ответить? Нет, это дело в том, что это очень сложный вопрос Поскольку, с одной стороны Все инновации, или как это назвать Все технологии Они лишают, во всяком случае, ребенка Или в определенном возрасте Вот на начальном этапе И фантазии, и воображение То есть все такое готовое Подмена То есть вот Это вот инновация, когда сейчас делают, допустим, трансляции Какие-то Вот понимаете, все сделано Не надо Воображать Воображать Не надо фантазировать Не надо вообще затрачиваться Все за тебя сделано Все, что показывают Тут летает, тут взлетает Тут Это кино, между прочим, дает такую возможность Сейчас это переходит и в театр И иногда думаешь Ой, не надо Ой, не надо Потому что Вообще у нас Вот наш спектакль Весь построен на том Чтобы развивалось воображение и фантазия То есть помимо того, что Какие-то такие вещи Человеческие Идейные, что ли Не знаю Ну, смысловые Эмоциональные Еще, кроме этого Попытка Ну, как бы Не научить А развить Вот эту необходимость Воображать Фантазировать Придумывать Творить Созидать Потому что Когда Я не очень Вот лично Я не очень люблю спектакли Где Как бы технологии Заменяют Возможность Домысливать Все уже Все Вот прямо Такое Такое Тут вот Летит Тут Значит Я даже Сейчас вот Немало примеров Транслирует музыку Вот тут прям кусочек Какой-то Тут все Уже Уже Некуда Со своим Воображением Вклиниться Театр Он требует погружения То же самое книга Я сама с этим сталкиваюсь То есть я много читаю И однако же все время понимаю Что меня раздражает Что я не могу Параллельно что-то делать Что я должна в этот процесс Погрузиться Это вот такая проблема Ну вот надо сказать Что у нас Так ли Просто Микрофон пожалуйста Будут ждать Будут ждать Что у нас есть Животные там С хвостиками С ушами у слона То есть у нас Такого таких костюмов Вот у животных Например нет То есть Вопросы воображения Что мы играем Ну там слона Например Серый Огромный свитер Вязанный Что же ребенок Вынужден Домыслить Домысливать Да И вот как дети Играют дома Они что-то надевают И у них там получается Я до сих пор помню Колготки на голову Надеваешь две пары Чтобы косу можно было сплести Да И вот ты уже краса По такому принципу Да Просто бывает У нас есть много спектаклей В театре для детей И тоже приходят Там А почему у кота Усов нет Там А где котик А где собачка То есть тоже хотят Уже такой готовый продукт И как бы только картинку Ну а это важно Заставить все-таки Ребенка Ну думать Воображать Да А второй аспект Конечно же Технологии Нужны Но вот мне кажется так Они нужны Тут может быть Не хватает Финансов Материальности Каких-то Потому что Все равно Уровень техники Отличается Совершенен Да Кто-то за Обеими руками За то что Да технологии Вот сейчас Вот они любят гаджеты И мы туда там Носуем гаджетов И другая сторона Которая Ну зачем вы вырываете То есть вот это Такое противостояние Нет нет Тут должна быть Какая-то середина Надо и то и другое Потому что все равно Прогресс Развитие Все равно Совершенствование Все равно Мир другой Он уже другой И это надо Брать Но только вот надо брать Не бросая И не оставляя Основы Основы Опоры И то что было Я лично Очень не люблю Когда технически Насыщен спектакль Меня это очень вырывает Я прям всегда думаю Это лишнее Подмена Это костыли Вообще это костыли Для души Сейчас же развитие Этого всего происходит Так быстро Что уже на следующий день Она будет устаревшей А через месяц Через год Все вот это новое Усовершенствованное Все оно устареет То что театр может пробудить Не устареет никогда Потому что оно рассчитано Совершенно другое Это вот та ответственность Если даже взять К сказкам Мы начали Сказки подразумевают Тебе некое нравоучение И даже Ну вот направление Вот так когда театр Дает направление Мне кажется сейчас Самое современное Поставить классику В классическом стиле Вот потом На этот спектакль Все пошли Вот это было бы Очень круто Потому что там Ты рассчитываешь на То что зрители Сидя в зале Чувствуют холодно Тепло Добро Зло Ребенок еще больше Чем взрослый Но если взрослому Ты пробил Вот эту вот Броню Внутри Это стоит Гораздо дороже Чем Все технологии Вместе взятые Бэкстейдж Мне вот эти мысли Прям так запомнились Что российский Академический Молодежный театр Самый лучший театр Это прям была Красная строка Мы же постоянно К этому возвращались И Российский Академический Молодежный театр На гастролях Получил огромное Удовольствие От ваших зрителей И впечатления От Кстати Путешествия Вашего района А завтра мы Пойдем еще на А завтра мы Пойдем еще на Да вы что Ну все сошлось И это очень здорово Но мы надеемся еще Что Главная новость У нас была То что Самые замечательные актеры Сегодня были в студии Радиохит Татьяна Алексея И самый лучший режиссер Владимир То есть вот все так Объединили Да Да Спасибо Не ждите пожалуйста Котиков Не ждите пожалуйста Костюмов Ждите Поводы пофантазировать Да 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 И узнать новое Это тоже одна с тем Да 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 Так что сегодня Развивайте воображение И фантазию Сегодня мы смотрим спектакль Огромное вам спасибо Что вы нашли время И пришли в студию Радиохит Мне было крайне приятно С вами познакомиться Спасибо Всех приглашаем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok